Здравствуйте! Это Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Наталья Чудина. Я коротко расскажу о главных событиях этого дня. В Хакасии продолжается реализация программы повышения уровня доступности медицинских услуг в малых селах. Накануне в селе Новомихайловка открыли ФАП. Событие долгожданное, так как в достаточно большой деревне вообще не было врача. Теперь же прием ведется каждый день. Репортаж Олеся Калиниченко. Новомихайловка по меркам Хакасии – село немаленькое, более тысячи человек. Долгие годы местный ФАП ютился в непредназначенных для этого помещениях. В итоге был закрыт, так как не соответствовал санитарным нормам. А фельдшер уехал работать в Саиногорскую хирургию. Медицинскую помощь периодически оказывал приезжий специалист из соседних Ачур. Один укол поставить надо было ездить или в Саиногорск, или в Ачуры. А тут уже все на месте. Тем не менее, если будет работать Любовь Николаевна, это наша местная жительница. Мы ее всех прекрасно знаем. Она очень такая разывчивая, очень чуткая и очень профессиональная женщина. После открытия ФАПа в деревню вернулись медработники, в том числе фельдшер. Сейчас в новом здании будут трудиться три человека. Особая гордость медучреждения – это аптечный пункт. Его открытия жители Новомихайловки ждали не меньше ФАПа. Кроме стандартного набора услуг, здесь оборудуют физиокабинет. В идеальных условиях будут наблюдаться будущие мамы и малыши. Сегодня для села это особенно актуально. Приезжают даже из города молодые, молодые семьи с детьми, живут здесь. Одно имплата раза больше, чем 10 лет. Ну вот нынче, уже в этом году, за полгода, 11 ребятишек у нас родилось. На встрече с местными жителями глава Хакасии Виктор Зимин подчеркнул, что поддержка и развитие сел республики будет продолжаться. 23 августа будем обсуждать вопрос. Я везде пытаюсь сейчас об этом говорить, так предвосхищая события. Но все-таки некоторым селам, которые имеют больше ста человек, но не могут заниматься в меру каких-то сложностей, там не может быть крупных фермерских хозяйств, мы будем давать статус малых сел и по той же программе финансировать. В своей поездке Виктор Зимин посетил еще один важный социальный объект Новомихайловки. Это добровольная пожарная охрана. В июле это подразделение получило профессиональную пожарную машину. До этого боролись с огнем посредством самодельной бочки, которую цепляли к трактору. Главная проблема, с которой главе региона обратились даже не пожарные, а их жены – это низкая заработная плата. Зарплата маленькая у них. Самый главный вопрос – представьте, что 6 тысяч – это не зарплата. Но я думаю, что остальное, вот все остальное. Руководитель Хакасии дал поручение проработать возможность с Нового года увеличить зарплату всех добровольных сельских пожарных республики до 10 тысяч рублей с возмещением необходимой суммы местным бюджетом из республиканской казны. Наталья Громашова, Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В центре Абакана, прямо во дворе жилого дома, умер подросток. Он надышался газа. Все произошло накануне вечером. Четверо мальчиков нюхали бутан из портативных баллонов для туристов на скамейках во дворе. Компанию заметил жилет с дома и вызвал полицию. Когда патрульная машина въехала во двор, подростки кинулись в рассыпную. Троим удалось бежать, а одному из них стало плохо. Мальчик присел и умер на глазах у очевидцев. Погибшему подростку было 14 лет. Его родители 33 и 35 лет выпивали и были безработными. В июле их ограничили в родительских правах. Органы опеки забрали из неблагополучной семьи двух младших детей, мальчика и девочку. А старший, который предположительно отравился накануне, жил дома. В этот же вечер силовики задержали друзей парня. С ними работают следователи. Кроме того, известно, что в компании был 11-летний брат погибшего мальчика. Он состоит на учете по поводу токсикомании. В Хакасии отбирают претендентов на правительственные гранты. Деньги можно пустить как на открытие, так и на развитие собственного бизнеса. Только за 12-й год в республике гранты получили свыше 200 предпринимателей. На их проекты выделено около 160 миллионов рублей. Представим стартовый капитал и все необходимые документы у вас в кармане. Идей много, но вы не знаете, с чего начать. С такой ситуацией еще два года назад столкнулся Василий Кудашов. Сегодня директор небольшого консервного завода в Абакане. Создавать производство – это высший пилотаж. Это и очень сложно, и очень трудно. И без поддержки государства создать с нуля предприятие, я думаю, практически невозможно. Поэтому мы трижды уже получали гранты. Первый раз от Минселькоза на приобретение оборудования. Второй раз от Минэкономики на субсидирование лизингов платежей. Этот автомобиль взят в лизинг, в том числе за субсидии. И Министерство экономики нам выделило грант как начинающему предприятию. Благоприятный климат Хакасии – огромный потенциал для перерабатывающих предприятий. Консервному заводу в Абакане скоро исполнится три года. Он крепко стоит на ногах и претендует на новый грант в три миллиона рублей. Деньги нужны, увеличить объемы производства, освободить процесс отручной работы и в то же время расширить штат сотрудников. Одно из главных условий выигрыша не только предприниматель. Отдача от такого сотрудничества с правительством должна быть ощутима на практике. В случае с переработкой овощей, рядовые потребители смогут сэкономить на готовой продукции. Ведь сегодня цена складывается из рабочих расходов, а их можно сократить. Консервный завод расположен на окраине города и сегодня арендует помещение. Часть овощей, которые идут в переработку, выращивают сами, в тепличном. Остальное закупают у жителей Хакасии. В итоге на транспортировку продуктов входит много средств и времени. От этой графы расходов можно будет избавиться, как только построят новый цех. Буквально по соседству с собственными теплицами. В больших объемах получится скупать и у населения. Мы можем помогать и населению у него принимать овощи, и корни плоды, и плоды. И с селом сотрудничать с ними по постоянным поставкам овощей. Один консервный завод перерабатывает в среднем 20 тонн в месяц. Это при ручной работе. С покупкой нового оборудования объемы увеличат в разы. Продукцию уже закупают не только в Хакасии, но и в соседних регионах. Кроме перерабатывающих предприятий, в очередь на гранты стоят и организации строительной отрасли, транспортные компании, десятки предпринимателей. Сегодня Совет по экономическому развитию готовится рассмотреть новые проекты и идеи, оценить их эффективность, а в случае положительного решения – перечислить гранты. Ольга Сильмах, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Премьер Дмитрий Медведев внес изменения в порядок индексации тарифов в сфере теплоснабжения. Теперь с 1 января она переносится на 1 июля. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году тарифы на тепловую энергию вырастут на 10,5-12%. Таков же будет годовой рост тарифов на электроэнергию. Плата за водоснабжение вырастет на 10, а за газ на 15%. Ранее президенты правительства поставили перед руководителями регионов и муниципалитетов задачу сдержать рост тарифов таким образом, чтобы удорожание услуг ЖКХ составило не более 6% за год. Две недели в Хакасском техническом институте работала международная научная конференция. Ведущие мировые ученые и молодые специалисты из стран Европы и Азии изучали леса Хакасии по годичным кольцам деревьев. За работой школы наблюдала и наша съемочная группа. В Минусинском баруне совсем обычные гости. Молодые исследователи из разных стран учатся брать образцы годичных колец у деревьев, по-научному керны. Занятия проводят профессора из Аризоны, Дэйв Мека и Рэмзи Тучин. Дерево от подобной процедуры практически не страдает. Из ствола аккуратно высверливают цилиндр около 5 мм в диаметре. Годичные кольца просматриваются на нем идеально. И рассказать ученым могут о многом. Когда мы берем образцы живых деревьев, то, соответственно, мы можем определить различные параметры климатические, в том числе температуры, осадков, которые были в то время, когда росло дерево. Идея создания международной научной школы принадлежит Сибирскому федеральному университету. Все организационные моменты взял на себя Хакасский технический институт. С точки зрения дендрохронологии, леса нашего региона весьма интересны. У нас несколько климатических зон и десятки пород деревьев и кустарников. Это четвертая научная школа. До этого мы проводили занятия в Греции, Испании, Марокко. Теперь решили организовать научную лабораторию в Сибири. У нас очень хорошие связи с коллегами из Сибирского федерального университета. Это очень хорошее место. Люди могут приехать и поучиться тем методикам, которыми мы владеем. Лаборатория по изучению древесных колец в Аризонском университете считается одной из лучших в мире. Ее специалисты по годичным кольцам могут реконструировать климат, который был на территории роста деревьев 300-500 лет назад. Такие данные помогают выявить закономерности и делать точные прогнозы на будущее в самых разных областях – сельском хозяйстве, гидрологии, климатических прогнозах. У вас оказались очень юкальные леса с точки зрения дендрохронологии. Научные результаты, в первую очередь, будем использовать для развития дальнейшей деятельности, для развития дальнейшего международного сотрудничества, в том числе и с лабораторией Аризоны, которая считается одной из лучших в мире. В планах Сибирского федерального университета на базе ХТИ продолжить программу изучения лесов Хакасии с точки зрения дендрохронологии. Все условия для этого есть. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В России отмечают 1025-ю годовщину крещения Руси. Событие, безусловно, очень значимое не только для людей верующих, но и для всех остальных. Ведь не будь его, наша история, язык, традиция, геополитическая карта. Словом, все, что составляет жизнь русского человека, было бы другим. В честь этого события в предстоящий понедельник в концертном зале музыкальной школы имени Кенеля пройдет концерт духовной музыки. Об этом мероприятии нам расскажет отец Алексей Демченко, участник хора Спаса Преображенского кафедрального собора в нашей рубрике «Интервью». А из новостей у меня к этому часу все. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова